Минск 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 Комсомольским в нашем Минске названо не только озеро. Комсомольская улица также хорошо известна всем. Расположенная в центральной части города, она гармонично входит в архитектуру городского ансамбля. Сменив свое прежнее название Богодельная, в 1922 году улица стала называться Комсомольской. Новому названию улицы соответствовали и разместившиеся на ней учреждения. К началу 1930-х годов здесь находился дом комсомола имени Коммунистического интернационала молодежи. В том же здании располагались также издательства «Червоная зорка» и редакции молодежных газет и журналов. Минск Начинается звездный поход преподавателей и студентов по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В годы войны комсомольцы проявили себя как славные сыны и дочери Отечества. Простые внешне, ничем не примечательные женщины. Елена Мазанник, Мария Осипова, Надежда Троян оказались вознесенными на вершину славы. В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года в Минске в особняке Гауляйтера Кубы взорвалась мина. Елена Мазанник совершила уникальный подвиг в истории Великой Отечественной войны. Вместе с другими отважными подпольщицами, Марией Осиповой и Надеждой Троян, она привела в исполнение приговор палачу белорусского народа генеральному комиссару Белоруссии Вильгельму фон Кубы. Сегодня в память об их подвиге установлены мемориальные доски на домах, где жили героини Советского Союза. Другим ярким примером служения своей родине является подвиг Владимира Степановича Амельянюка. Владимир Степанович был одним из организаторов и руководителей городского подполья, редактора первого номера подпольной газеты «Звезда». С августа 1941 года он действовал в составе Комаровской подпольной группы. В один из дней его выследили провокаторы и убили на этом самом месте 26 мая 1941 года. В 1965 году ему присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1981 году на площади независимости был установлен мемориальный знак памяти в его честь. Не обошла комсомольцев и другая, такая далекая, но оставившая свой темный след, афганская война. Остров мужества и скорби – мемориал, посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в афганской войне 1979-1989 года. Комплекс расположен на искусственном острове на реке Свислочь, прямо в центре Старого Минска. В этой войне также участвовал студент нашего университета Ищенко Сергей Всеволодович и погиб, исполняя свой интернациональный долг. Одно из творений талантливейшего скульптора Остафьева Эдуарда Борисовича представлено в холле Белорусского государственного педагогического университета. Благодаря этому монументу в нашей памяти всегда остаются жертвы кровопролитных войн. В этом году будет праздноваться 100 лет со дня создания ВЛКСМ. И пусть комсомол ушел в прошлое, но его традиции свято чтутся и продолжаются и в наши дни. В БГПУ, пожалуй, они имеют особое место. Вот уже на протяжении полувека студенты и преподаватели отправляются в известные всем звездные походы. Мало кто знает историю их возникновения. В январе 1965 года был дан старт первого звездного похода студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы. Студенты БГПУ, проводившие свои зимние каникулы на базе отдыха, внезапно загорелись благородной идеей посетить места боевой славы, но не просто для удовольствия, а с целью помочь ветеранам, подарившим нам светлое небо над головой, небо без взрывов и дыма. Данная традиция сохранилась в нашем университете по сей день. В 2018 году был проведен 53-й интернациональный звездный поход. Участники похода встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда, оказали им помощь, провели митинги и возложили святы к мемориальным комплексам, братским могилам солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме белорусских студентов в походе приняли участие студенты из Китая, Ирака, Токменистана, Литвы, России, Азербайджана и Казахстана. Звездный поход – не просто традиция. Звездный поход – мощная школа патриотического воспитания, а также яркий показатель того, что за современной молодежью по-настоящему светлое будущее. Сегодня, в небольшой экскурсии, мы провели вас по местам славной истории комсомольского прошлого. Однако это прошлое тесно переплетается с нашим настоящим. Ведь верно сказано – человек, не зная своей истории, не имеет будущего.